Пожары – одно из главных последствий сильного ветра в крае, но далеко не единственное. Двое мужчин погибли во время ремонта крыши на территории одного из красноярских заводов. Накануне вечером бригада из трех человек работала на крыше цеха. По версии следствия, из-за сильного порыва ветра части кровли обрушились вместе с находившимися там людьми. Двое сотрудников завода погибли на месте. Еще одного мужчину с травмой головы и переломами ребер доставили в больницу. У него тяжелые травмы, тяжкий вред здоровью, у него есть переломы, есть повреждения грудной клетки, сотрясение головного мозга. Поскольку уголовное дело возбуждено по статье нарушения правил охраны труда, в данной ситуации чаще всего и привлекается руководитель, который ответственный, в том числе за охрану труда, либо лицо, на которое возложена такая ответственность. Ураганный ветер, который уже сутки бушует в Красноярске и ближайших районах, стал причиной других происшествий. Только в краевом центре в службу 205 от горожан поступили 106 сообщений. На проспекте Свободный ураган сорвал с места остановку. Сейчас конструкцию привязали веревкой к дереву. Но надежность такого крепления, конечно же, вызывает сомнение. На улице Металургов накануне ветер буквально вывернул из земли два бетонных столба. Власти даже планировали ввести режим чрезвычайной ситуации, но в итоге смогли взять все под контроль. Стихия порушила и многочисленные заборы, установленные в Красноярске. Сейчас последствия урагана устраняют городские службы. Все объекты, которые у нас возводятся, строятся, они рассчитаны на определенную штормовую нагрузку. В соответствии с этой нагрузкой они и изготавливаются. Если происходят вот такие ситуации, но мы их в любом случае не избежим. Корни у деревьев мы глубже не сделаем, ветки мы у деревьев не укрепим какими-то специальными конструкциями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова